МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Формирование комфортной городской среды". Продолжается реконструкция лыжной базы. Памятное место. По инициативе депутата Ивана Ситникова в Сырове сооружен киот памяти святых царственных страстотерпцев. Дюзш против политеха. Продолжается чемпионат города по баскетболу. Далее расскажем обо всем подробно. Первый нацпроект, реализация которого началась в Сырове в этом году, образование. С привлечением бюджетов верхних уровней строится школа на 600 мест на улице Зорге. На объекте полностью выполнена работа нулевого цикла. В следующем году можно будет закладывать фундамент. Исполнение хорошее. То есть реально подрядчик, который выиграл данный конкурс, по своим обязательствам отвечает в полном объеме и исполняет по финансам больше, чем было запланировано. То есть мы уже однажды завращались в области для дополнительного финансирования. И на сегодняшний день по дополнительному выделенному финансированию исполнение 99,9. Проект «Демография» состоял из двух программ. Создание спортивной площадки на улице Чкаловой, подготовка спортивного резерва для субъектов РФ. Кассовое исполнение по обоим проектам 100%. Третий нацпроект «Жилье и городская среда» включает в себя благоустройство лыжной базы. А вот здесь уже есть подводные камни. Сдать ее должны были 27 ноября, однако работы на объекте еще продолжаются. Здесь исполнение фактически составляет 70%. За оставшиеся дни, крайний срок у нас отчета по этому проекту 24 декабря, по нашим планам мы должны этот проект полностью завершить. В отчетах по нацпроектам не фигурирует парк имени Зернова. Его реконструируют на 100 миллионов, которые Саров выиграл на федеральном конкурсе среди малых городов и исторических поселений Минстроя. Сам конкурс был в 2018 году. В этом году реализация проекта включена Минстроя в нацпроект «Жилье и городская среда». Из того, что сегодня там происходит, идет бетонирование лестницы. По планам должны завершить бетонирование на этой неделе. Идет отделка входной группы. То есть она сложная, новая. Вы видели, что ее демонтировали. И отделка будет завершена в субботу. По плитке идет укладка. И завершение работ планируется на следующей неделе. И в целом исполнение по этому проекту мы обязаны тоже сделать не позднее 24 декабря. Что касается экологии, то в этом году было заявлено три проекта. По двум из них выделили финансирование на строительство здания, очистных сооружений и реконструкцию здания мехобезвоживания. Первый перешел на следующий год, поскольку ни один подрядчик не заявился на конкурс. Что касается проекта по реконструкции здания мехобезвоживания, то здесь была длительная работа по проведению трех видов экспертиз. Были соответствующие замечания и по линии карста опасностей, и по линии экологических сбросов, выбросов. Еще раз три вида экспертиз, которые завершились недавно, когда уже на конкурс выходить было бесполезно. Тогда правительство Нижегородской области средства на этот проект забрало в областной бюджет, чтобы выделить их в следующем году. По поручению губернатора Глеба Никитина, муниципалитеты региона должны получить оценку за реализацию национальных проектов. Сделать это необходимо до середины декабря. Если мы выполняем все обязательства в рамках контракта, в сроке, в объемах денег, и с нужным качеством, значит, мы получаем высшую оценку. Если мы по какому-то параметру начинаем выпадать, либо страдает качество, либо сроки, мы должны сами себе дать оценку объективную. Оценивать должны депутаты Городской думы и представители областного правительства. Администрация внесла в Думу соответствующий проект решения. Проект решения по данному вопросу поступил в Городскую думу. И действительно предлагается оценить три национальных проекта. Национальный проект «Земография надлежащей исполнения», образование надлежащей, жюри и городская среда удовлетворительная. Депутаты вынесли проект решения на заседание Городской думы 13 декабря. Глава региона Глеб Никитин ранее предупредил чиновников, что если оценка будет неудовлетворительной, то примут самые жесткие решения. Первая версия кадастровой карты появилась еще в 2010 году. За несколько лет она претерпела ряд изменений. В обновленном пятом варианте сведения об объектах недвижимости и земельных участках формируется на основе актуальной информации, которую вводят в реестр кадастровой палаты. Там очень удобный поиск, то есть набирая кадастровый номер, либо адрес, вы на карте можете увидеть свой земельный участок, увидеть, кто соседи, и также информация именно назначения объекта, то есть какое разрешено использование земельного участка, какая площадь, есть ли ограничения. Но пока информации о недвижимости Сарова на публичной карте нет. Это связано со спецификой нашего города. Координаты саровских объектов нельзя размещать в открытом доступе. Всю необходимую информацию о квартирах, домах, участках саровщане могут узнать на официальном сайте Росреестра. Если вы зайдете в личный кабинет, то вы можете увидеть полностью все свои объекты, какие у вас есть, и, соответственно, посмотреть их характеристики, какие у вас есть ограничения, и через личный кабинет также обращаться за предоставлением госуслуги. Если захотите купить недвижимость в другом регионе, то с помощью сайта можно узнать основные характеристики квартиры, дома, земельного надела и узнать их кадастровую стоимость. Для этого вам необходим адрес, либо кадастровый номер. Информация – это будет именно техническое описание объекта. Увидите вы, если наложены какие-то ограничения по данному объекту. Если вам нужна более подробная информация, то для этого вам нужно запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Электронные сервисы Росреестра помогают в режиме онлайн собрать необходимую информацию об объекте недвижимости и сэкономить время при оформлении документов. Специалисты ведомства рекомендуют быть внимательными, остерегаться мошенников и не переходить по сомнительным ссылкам. Адрес сайта состоит из одного слова – росреестр.ру. Анатолий Рудаков уже не первый раз приезжает в Саров для встречи с педагогами. В этот раз он рассказал о том, как нашу молодежь вовлекают в экстремистскую деятельность, как можно этому противостоять и на что обратить внимание при работе с подростками. Особо эксперт отметил признаки, которые должны насторожить родителей и учителей. Например, на теле ребенка появляются шрамы, или он замыкается в себе, не общается ни с кем в реальной жизни, но очень много времени проводит за перепиской в интернете. Съемки с высоты крыш чердаков – это все будут признаки. Он приводит свои дела в порядок, исправляет оценки, меряется с кем-то. Подробный эксперт рассказал о растущей волне национализма и нетерпимости в молодежной среде. Детей склоняют к борьбе с системой, с государством, призывают бороться с властью. Зачастую манипуляторы находят своих жертв в интернете. Младых людей вовлекают в игру, главный лозунг которой – ломая систему. Инструкция по совершению диверсии на железной дороге. Дорога – это элемент системы, поэтому нанеси ущерб. И там инструкция, каким образом подростковых сил хватит для того, чтобы нанести некий урон. И там не предлагается собирать взрывное устройство. Сегодня никто не предлагает ничего доставать, предлагают действовать другим способом. Особое внимание нужно уделить подросткам, которые растут в неполных семьях или имеют какие-то психические отклонения. И очень важно не упустить тот момент, когда ребенок уже готов пройти точку невозврата. Екатерина Пенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Студия керамики, продукты для больных диабетом, образовательные проекты для детей, социальная парикмахерская и фотостудия. Более миллиона рублей на воплощение в жизнь социальных бизнес-проектов получили саровские предприниматели. Все они прошли обучение по программе «Путь к успеху», которая была реализована в нашем городе при поддержке ассоциаций промышленников и предпринимателей Сарова. Здесь не только идея в том, что выдать финансовые средства, вот семь грантов, семь предприятий будут существовать, а именно процесс взаимодействия. Вот это создание среды, благоприятной для предпринимателей, чтобы была у будущих предпринимателей, у тех, кто хочет знаний и понимания, ощущения, что они нужны, что и могут помочь. На тренингах и семинарах участники программы учились продвигать бизнес-идеи и развивать свое дело. Из 35 человек только 21 решились представить свои социальные проекты на суд экспертов. Семь стали победителями и получили грантовую поддержку в размере 150 тысяч рублей каждый. Как отметила Татьяна Бельна, выбрать финалистов было сложно. В приоритете было два критерия. Надо помочь тем, кто начинает бизнес, какой-то стартовый капитал дать, и тем, кто уже ведет свой бизнес. И для нас будет этот год показательным, насколько конструктивно мы подошли к выборам победителей, правильно ли мы определили. По словам Татьяны Бельной, проект «Путь к успеху» показал, что в Сарове ниша социального предпринимательства свободна. В этой сфере есть много направлений, которые саровские бизнесмены могут взять на вооружение. И все от этого только выиграют. Появятся новые рабочие места, дополнительное налоговое отчисление в бюджет, повысится качество предоставляемых услуг. Для себя я ставлю основным критерием, чтобы все семь проектов, которые были заявлены, не потерпели фиаско и были реализованы за этот год. И действительно стартовали, и были освоены целевым образом эти гранты, что ребята достигли и выполнили все целевые индикаторы, которые будут включены в договора. На грантовые деньги бизнесмены смогут приобрести оборудование, пособие, сделать ремонт в помещениях. Наградили победителей в Нижнем Новгороде в рамках межрегионального форума социального предпринимательства «Добрый бизнес». Работы на лыжной базе идут полным ходом, а между тем отставание от графика составляет практически две недели. Если верить вот этому плакату, сдать объект должны были 27 ноября. На благоустройство первой очереди лыжной базы направлено около 40 миллионов рублей. Эту территорию саровчане выбрали голосованием по определению приоритетных проектов формирования комфортной городской среды в марте прошлого года. Генеральный подрядчик – дорожно-эксплуатационное предприятие. По проекту на лыжной базе должны появиться новый стартовый городок, трибуны на 200 мест, судейские домики, эстакады для лыжников, велопарковки, система видеонаблюдения, детская площадка, натуральное покрытие и футбольное поле. Все объекты согласовали заинтересованными жителями. Сразу несколько изменений видны невооруженным глазом. Например, заасфальтировали круг, по которому ученики начальных классов и дошкольники бегут 500 метров над ней бегая на лыжне России. Еще появились новые трибуны, обновляется судейский городок. Футбольное поле обнесено оградой, ворота еще не установили. Рабочие завершают укладывать плитку на зрительскую площадку. Продолжается поставка малых архитектурных форм. Параллельно начался монтаж системы видеонаблюдения. Часть дорожек еще не заасфальтирована. Также проект предусматривает систему лыжных трасс и прогулочных дорожек с освещением, детскую спортивную зону и зону тренировок авиаметра. Моделистов, которые могут появиться в последующие годы при наличии финансирования. Мы отправили запрос в администрацию с целью выяснить, почему произошло отставание от сроков, какие работы еще предстоит сделать, и когда лыжная база будет полностью готова. Канал 16 следит за развитием событий. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Электроэнергии у нас нет. А взнос оплачены за этот год? Ну, как видите. Ничего нет. Свет в гаражном кооперативе номер 10 появляется редко. У некоторых собственников, которые исправно оплачивают счета, электричества нет целый год. Причину отключения никто не знает. Собственники регулярно забрасывают председателя Николая Анашкина вопросами и жалобами, на которые тот, в свою очередь, никак не реагирует. Электрик, который здесь, Николай Иванович, то есть в последний раз, который мы созвались в грубой форме, нас послал. То есть он здесь, я его буквально увидел два раза, наверное, за лет. Председателя как такового здесь нет. Когда случаются какие-то проблемы, трубки не берет. Электрик игнорируется, самоуправство. То есть перед тем, чтобы отключить энергию, во-первых, надо уведомить об этих членов кооператива и обосновать причину отключения электроэнергии. По словам владельцев гаражей, встречи председатель устраивает лишь для того, чтобы собрать взносы. Все собственники в феврале этого года сдавали дополнительные деньги на замену проводки по 2000 рублей. Электрик взял деньги за проведение медного кабеля, а в платежной книжке сделал отметку за подключение электроэнергии. И то только тем, кто это потребовал. У меня нет записи в книжечке, в этой платежной, потому что мы сдавали из рук в руки электрику по команде председателя. Отдайте электрику, он потом сам разберется. Соответственно, на словах все это было сказано, что будет проведена вот такая-то проводка, все это должно быть проведено с пожарной точки зрения, все должно быть очень хорошо. Несмотря на обещания нормы техники безопасности, рабочие соблюдать не стали. Из открытых распаечных коробок торчат кабели. Алюминиевые провода соединены с медными. Щиток разваливается. Рубильника для самостоятельного отключения электроэнергии нет. Слова автолюбителей подтвердились. Выйти на связь с председателем у нас тоже не получилось. Либо абонент не отвечает, либо недоступен. Оказалось, что перебой с электроэнергией – не единственная проблема кооператива. Мусор владельцы гаражей оставляют за одно из построек. Организованного места сбора никогда не было. Хотя деньги на контейнеры люди выделяли. В начале года мы сдавали деньги на взносы гаражного кооператива. И там было озвучено 500 рублей. Когда я спросила, на что, мне сказали на сбор мусора. Объяснила, спросила, где же будет постановка контейнера. Мне объяснили, что там, куда валили, туда и валите. Потом будет машина приезжать, все это будет грузиться. Контейнера не будет. Для того, чтобы восстановить справедливость и решить накопленные проблемы со светом, мусором и расчисткой дорог, инициативные владельцы гаражей подали заявление в прокуратуру Нижегородской области. Председатель в кооперативе избирается раз в два года. Николай Анашкин занимает эту должность гораздо больше. С безответственностью управляющего местные бороться устали. Собственники планируют организовать собрание, на котором проголосуют за кандидатуру нового председателя. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Киот в честь Святых Царственных Срастотерпцев появился в роще на улице Балыковской по инициативе депутата Городской думы Ивана Ситникова. Архитектурный объект представляет собой сооружение высотой 5 метров. На лицевой стороне размещена информация о самом памятнике. А на торце слова из песни Жанны Бечевской о последней царской семье. На самом памятном знаке установлены иконы Святых Царственных Срастотерпцев. Я за образец взял киот, который был установлен во Владимирской области. Он и сейчас там стоит. Поэтому чертежи размера уже были. По-моему, он достаточно органично вписался в нашу местность. Но если бы были средства, можно было бы сделать и подлинное произведение искусства. Киот установлен на границе между Нижегородской областью и Мордовией, ранней Тамбовской губернией. В том месте, где была построена большая деревянная арка к приезду Николая II на торжества 30 июля 1903 года. Именно здесь состоялась знаменательная встреча последнего российского императора с представителями народов Поволжья. Кто такие представители? Ну, я грубо скажу, это те же депутаты тех прежних времен. Депутатство было от крестьян, от рабочего люда, от приказчиков, от служивых людей. И хлебом соли встречали царя, представителей народов Поволжья. Кто? Русские, татары, мордовачи, уваши, морийцы. Царю эта встреча очень понравилась. Он даже сделал запись в своем дорожном дневнике. Очень красиво были крестьянки и мордовки тоже. Памятник создан при участии представителей власти и саровских предприятий. Особый вклад в возведение архитектурного объекта внесла строительная компания «Саров Инвест». Без таких икон, без плакатов он бы так красиво не заиграл. Поэтому я считаю, как вот «Саров Инвест» внес свой безвозмездный вклад в украшение этого киота. За что им огромнейшее спасибо. И я думаю, что мы еще совместно продолжим благоустроить прилегающую территорию. В планах у Ивана Ситникова сделать вокруг киота прогулочные дорожки, поставить лавочки и посадить побольше деревьев. Подробнее об архитектурном объекте Иван Иванович рассказал в передаче «Исторические очерки». Посмотреть ее можно на нашем канале в Ютьюбе. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров 24». Пандусы, кнопки вызова персонала, таблички со шерифтом Брайля. Быть может, эти средства незаметны для большинства горожан, но они очень необходимы людям с ограниченными возможностями здоровья. С помощью них саровчане на инвалидных колясках, слепые и слабовидящие могут посещать различные учреждения города. Активисты клуба «Лотас» постоянно обследовали саров и собирали данные о доступности здания для маломобильных жителей. Есть ли там пандусы по урочне, можно ли вообще попасть в этот объект. Разговаривали с администрацией учреждений, например. Ну и потом делали какие-то выводы. В этом году организаторы акции «Саров. Удобный город» приглашают к участию в проекте всех жителей и гостей города. Конечная цель – создание информационной базы доступности городских объектов. Чтобы охватить как можно больше учреждений города, мы вообще вот как раз приглашаем активных жителей города и сами даже сотрудников учреждений сфотографировать объекты городские, где есть пандусы по урочне, да, желтые обозначающие полоски, круги, оборудованные ли туалеты, да, ну то есть лифты специальные, подъемники какие-то, может быть, кнопки вызова тех персонала. Принять участие в акции просто. Нужно всего лишь сфотографировать здание снаружи и внутри так, чтобы в кадр попали приспособления, помогающие людям с ОВЗ передвигаться и ориентироваться в этом учреждении. Затем этот снимок нужно разместить в официальной группе «Клуб Лотос» в контакте с хэштегом «Саров. Удобный город». Хочется попросить горожан, чтобы они не оставались равнодушными, чтобы акция получилась достаточно полноценной, потому что город наш развивается, инфраструктура улучшается. Хочется, конечно, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья не чувствовали себя ущемленными, да, и смело могли посещать любое вообще здание нашего города. Акция продлится несколько недель и закончится в конце января. После подведения итогов будет принято решение завершить проект или продолжить его. Елена Грецкого, Евгений Шуцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Выставка кошек «Зимняя сказка» – праздник для всех любителей этих животных. Из года в год саровчане приходят до молодежи, чтобы посмотреть, погладить или поиграть с пушистыми домашними любимцами. Также выставка дает прекрасную возможность узнать о породах и решить, какая кошка подходит в вашей семье. Здесь представлены породы различные – абиссинская, бенгальская, бурманская, курильский бобтейл, шотландская, сиамская, писсерболт. На каждой выставке у нас участвуют обычные домашние кошки. Они не менее достойны показать свою красоту на выставке. Кошки породы курильский бобтейл редко встречаются в нашем городе. Особой популярностью у саровчан они не пользуются. И совершенно напрасно, считает Ольга. У нее живут две кошки этой породы. Животные очень неприхотливые, выносливые, дружелюбные и ласковые. «Скорее всего, самая главная отличительная черта – это их очень доброжелательный характер. Кроме внешней красоты, они готовы играть в любое время суток. Их можно выгуливать, они иногда поддаются дрессировке». Гостей выставки ждала насыщенная программа. Дети участвовали в мастер-классах, рисовали кошек, читали со сцены стихи про своих домашних любимцев. Организаторы подготовили развлечения и для взрослых. «Еще у нас впервые мероприятия – открытка с выставки. Мы специально издали к этой выставке три открытки и продвигаем международное движение «Посткроссинг», смысл которого – обмен открытками со всем миром». Также на выставке был организован сбор средств для безнадзорных собак и кошек, обитателей городского приемника для животных. Екатерина Апенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. «Я не могу без тебя жить, мне в дожди без тебя сушь». С этой композицией солистка вокального коллектива эстрадной песни «Апрель» Центра культуры и досуга в НИЭФ Елена Барышева выступила на областном конкурсе «Музыка друзьям в Иксе», где стал лауреатом первой степени в своей возрастной категории. К выбору песен Елена подходила тщательно, а главное, чтобы каждая композиция максимально передавала состояние и настроение души. «Мне ближе такие песни, так сказать, со смыслом, конечно же, да, о любви, песни такого патриотического содержания, ну, которые большие, я их так называю, то есть, ну, со смыслом, песни со смыслом». В конкурсе «Музыка друзьям» Елена принимает участие второй раз. В этом году ее соперниками стали вокалисты из «Викс» Ивачи, Сарова и Мурома. Творческое соревнование проходило в два тура. «Первый тур мы исполняли две песни сразу, то есть, одну песню пропели целиком, вторую песню жюри имело право нас остановить. Потом, значит, жюри, когда всех прослушало конкурсантов, нас пригласили во второй тур, и там уже мы исполняли одну только песню по выбору жюри. Именно этот конкурс, чем он сложен, то, что он такой, так сказать, узкий такой, то есть, чисто эстрадное исполнение, то есть, там нет ни хореографии, то есть, когда вот есть такие конкурсы, где несколько жанров, то здесь все достаточно узко, только вокалисты, и только вокалисты эстрадного жанра». 15 декабря в Доме культуры и Досуга внеев пройдет первый сольный концерт Елены Барышевой «Мир вашему дому». Вокалистка исполнит свои любимые песни и порадует зрителя новыми композициями. Для лиц старше шести лет. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, СРУ-24. Екатерина Строкова, 7 лет, занимается народным вокалом в детской школе искусств номер 2. За это время школьница прониклась в фольклорном направлении. В свои выступления девочка нередко включает движение русско-народного танца. «Народная музыка стала частью меня. Очень приятно, что именно занимаюсь народным вокалом, так как народный вокал – это истинный вокал, где раскрывается душа человека, где именно русского человека раскрывается душа». Конкурс исполнительского мастерства «Песня, рожденная сердцем» проводил Национальный центр управления обороны Российской Федерации. Все три этапа проходили в Москве. Участники – военнослужащие и их родственники. Крестный Екатерины Строковой предложил девочке попробовать свои силы. Вместе с преподавателем Ириной Оськиной Саровчанка выбрала композицию «Эхо Ивановна» и адаптировала ее под себя. «Мы, прежде чем осваиваем новый репертуар, мы сначала смотрим на тексты. И нам пришлось немножечко там, немножко изменить текстовую основу, но не основательную, а так, да. То есть суть этой песни осталась, корень ее – это русская женщина, красавица, счастливая во все времена, и в беды, и в тягости, и в горести, и в радости. На том стоит Русь и русская женщина». Вокалисты выступали в единой номинации вне зависимости от возраста и жанра. На галоконцерте финалисты конкурса исполнили композиции под оркестры Национального центра управления обороны Российской Федерации. «Непередаваемые эмоции петь с военным оркестром. Конечно, это было сложно, потому что они поют, как бы, они играют за самих себя, и не подстраиваясь. Это сложно. Когда ты поешь под баян, можно как бы и станцевать, и кто играет на баяне, может подстроиться под себя». В результате копилку музыкальных наград вокалистка пополнила дипломом лауреата конкурса «Песня, рожденная сердцем». Школьница часто участвует во всероссийских и международных фестивалях. Для младших учеников Ирины Оськиной и Екатерина Строкова настоящий пример того, как занятия народной музыкой приносят удовольствие и всевозможные достижения, если усердно развивать свой голос и артистизм. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Вздохе разочарования и радостное ликование спортсменов. Шар то предательски катился мимо, то с первой попытки сбивал все кегли. Выбить страйк получалось не у всех. Чтобы показать свое мастерство на турнире и вывести команду в лидеры, Диана Власова при соревнованиях старалась выкраивать время для тренировок. В свободное время она приходила в ресторан «Прайм», чтобы отточить технику бросания шаров. Тренировалась, честно скажу. Каждый день даже до мозолей доходила. Но в результате я довольна своим результатом более чем. Я приходила иногда в обед на 15 минут и вечером сразу после работы на 15 минут. Первый командный турнир ядерного центра по боулингу «Шарабол» прошел при поддержке Саровской федерации боулинга и собрал 80 спортсменов. 10 подразделений в НИЭФ выставили по две команды на соревнования. Федерация боулинга активно пропагандирует этот вид спорта. Менее чем за год своего существования организаторы провели несколько соревнований. Мы провели официально как Федерация 4, вот это четвертое наше мероприятие, но благодаря нам еще порядка 6-7 были тут мероприятий, турниров внутренних во ВНИЭФе, которые отбирались как раз лучшие игроки для того, чтобы приняли участие в нашем турнире. Ресторан «Прайм» в качестве площадки для проведения турниров Федерация боулинга выбирает постоянно. Здесь установлено оборудование компании «Брансвик», которые на протяжении 160 лет удерживают позицию мирового лидера по производству и продаже оборудования для боулинга. Каждая дорожка снабжена системой автоматического подсчета очков и мониторами. Два часа соревнований пролетели быстро. Пока одни спортсмены набирали очки на дорожках, другие отдыхали на уютных диванах, обсуждали тактику игры своей команды и участвовали в конкурсах. Очень такая насыщенная атмосфера, радостная. Вот этот дух соревнований между всеми подразделениями – отличная идея. Все прошло на высшем уровне. Также огромное спасибо организаторам, всем участникам команд. Да, всем молодцы. Отличный чемпионат. Хорошо, что у нас сейчас это все проводят. Очень здорово. По итогам турнира первое место заняли спортсмены из КБ-12. С результатом 566 очков они оставили позади своих ближайших соперников – команда «Вымпел» и «Старт», которые получили серебряные и бронзовые медали соответственно. Также наградили самых результативных игроков среди мужчин и женщин. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. В этом году в чемпионате Нижегородской области по баскетболу принимает участие более 10 клубов. Всех их разделили на две подгруппы. Спортсменам предстоит сыграть друг с другом в круг, после чего четыре лучших команды выйдут в плей-офф. Саровский баскетбольный клуб «Атом» также вступил в борьбу за звание чемпиона Нижегородской области среди мужских команд. Первую домашнюю игру спортсмены провели с Северной долиной из Шахуни. В начале игры баскетбольный клуб «Атом» заявил, что настроен на победу. Борьба за мяч с каждой четвертью становилась все интереснее. Спортсмены старались набрать как можно больше очков. По итогам игры саровчане обыграли шахунцев со счетом 107-75. Ребята соскучились по баскетболу, потому что все в курсе, что несколько игр переносили в связи с нашими ситуациями. Мы сезон начали, ребята горели. Сразу же увидели, как свадывалась игра, ушли, сразу большой отрыв. Ну и, в общем-то, отрыв сохраняли. Напомним, год назад баскетбольный клуб «Атом» столкнулся с проблемой нехватки финансирования. В середине сезона 2018-2019 команда оказалась без денег. И чтобы не прерывать участие в чемпионате, баскетболисты оплачивали поездки на соревнования из личных средств. Надеясь, что потом им возместят все расходы. Но этого не произошло. В новом сезоне проблема осталась. Баскетболисты не в силах оплачивать поездки сами. Следующий год покажет, потому что финансирование будет закладываться на следующий сезон. Посмотрим, как так или иначе нам финансирование заложат. Потому что пока ситуация, ну никто не знает, чем это дело закончится. Потому что прошлый сезон – прошлый сезон, а новый сезон – вот он будет. То есть механизм понятен в финансировании клубов или он непонятен до сих пор? Это должна определить администрация. Чем закончится история с БК «Атом», будут ли спортсмены продолжать борьбу за звание чемпиона Нижегородской области среди мужских команд, покажет время. Канал 16 будет следить за развитием событий.